У вас прочитал ваш вопрос, он, конечно, такой, даже вопросом не является как таковым, то есть, по сути, вы даёте определённые какие-то факты и, в общем-то, даже ничего не спрашиваете у нас. Значит, я сейчас прочту ваш вопрос и буду давать поход текста на определённые комментарии, которые, я надеюсь, помогут вам увидеть суть вашей проблемы и которые помогут вам разобраться с тем, как можно решить то, что у вас сейчас происходит. Разрешить. Значит, вы пишите, я в бряке с супругой Тригорем вместе шесть лет. Здесь сразу требуется, наверное, такое вот уточнение, что вот если вы вместе шесть лет, то сколько времени вы живёте вместе? То есть, то, что вы встречаетесь шесть лет, это понятно. То есть, что вы пара с шесть лет, это понятно. А вот сколько вы вместе живёте? Это не очень понятно. Далее. Родился сын один месяц. Здесь разникли старые разногласия. Здесь момент следующий. Если у вас были старые разногласия, то в чём они заключаются? Почему вы, аноним, считали возможным заводить ребёнка при условии, что у вас были эти самые разногласия? Вот. А как у вас коррелируется тот факт, что есть проблемы, которые сейчас, по сути, приводят к тому, что вы не хотите проводить время со своей семьёй? Да? И то, что вам нужен ребёнок. Да? То есть, вот как вы хотели, как вы планировали воспитывать ребёнка вместо женой, если у вас были уже разногласия. Кстати, по какому они поводу у вас были, вы тоже не пишете. Далее вы говорите, что в семейном быту делаю я. Значит, полностью закрываю все финансовые вопросы, ну, то есть, обеспечиваете семью, супруга не работает уже три года. Как вы к этому относитесь, к тому, что она не работает, и к тому, что вы полностью закрываете все финансовые вопросы. То есть, считаете ли вы, что это нормально и правильно, то, что вы делаете, либо нет? Далее, продукты магазина и т.д. И т.д. Тот же вопрос. Уборка. Два раза в неделю приходит уборщица. Ну, то есть, вы оплачиваете уборщиц, как я понимаю. Жена сама не убирает квартиру. Опять же, как вы к этому относитесь, и почему она не убирает квартиру? Слишком большая, нет времени, проблемы со здоровьем. Прогулка с сыном два-три раза в неделю. Ну, вы знаете, как вот по моему мнению, как вот видится мне, с учетом того, что вы пишете, что я немного времени в день тратил на работу. Как-то мало вы проводите приборком время на улице, два-три раза в неделю. Ну, мало. Можно было бы здесь больше. Но, с другой стороны, все это зависит от вашего желания. И я просто намекаю вам на то, что вот прогулки с сыном и вообще то, что вы делаете, напоминает перечисление обязанностей. Окей, обязанностей. Что делаете вы и что делает супруга? А что получается вы в семье? И что получается супруг? Что получается вы от супруги? Что получается донат у вас, помимо денег? А мы-то деньги, это немножко не то. Далее, супруга заботится о ребенке, проводит немного времени, кормит, гуляет. Это занимает большую часть времени. Как вы опять же к этому относитесь? То есть, если, например, она вам меньше уделяет внимания, то, может быть, имеет смысл вместо уборщицы нанять няню, например. Или, может быть, вместо 70 тысяч рублей, которые она получает на свои расходы, из них какой-то процент тратит на няню, чтобы вы больше с ней времени проводили. Стирает и гуляет с сыном. Опять же, как вы к этому относитесь? Значит, дело в том же, что у меня хорошо построен бизнес, вы молодец. При этом супруга получает на свои расходы 70 тысяч рублей. Опять же, чем продиктована такая сумма, чем руководствовались, когда столько супруги выделяли денег? И что изменилось сейчас? Вы не хотите столько денег выделять? Или изменилось ли отношение к вам? Это очень важный вопрос. Потому что контроль, по моему мнению, он был всегда. То есть, супруга вас, она как бы все время пыталась контролировать, как я понял, старалась. Потому что боится, что вы уйдете. Потому что понимает, что зависит от вас полностью сейчас. И что если вы решите от нее уйти вдруг, ну, она останется без средств к существованию. Потому что она не работает и обеспечивает полностью ее вы. Отсюда и контроль. И, соответственно, чтобы контроля было меньше, вам нужно либо быть ближе друг к другу и больше доверять друг другу. И стараться, как бы, образовать что-то общее, больше общего между вами. Либо изменить отношение к супруге в том контексте, чтобы она начинала работать сама. Но это нереально с ребенком, которому один месяц. И поэтому этот вопрос либо нет, либо ждать окончания декрета. Но она не работала уже три года. И чем это продиктовано? И опять же вопрос, как вы к этому относитесь? Как она к этому относится? То есть, почему она не работает? Считает ли она, что это не нужно? Или не хочет? Или нет возможности? Или вы сами ей сказали, чтобы она не работала? То есть, понимаете, здесь вот такие моменты, они очень важны. И из этого всего и выстраивается ваша позиция. А пока ваша позиция, кроме того, что вы негативно настроены по отношению к контролю, ваша позиция больше ни о чем не говорит. Далее. Я немного времени обращу на работу, но при этом нет и желания постоянно проводить его с семьей. А с кем есть желание проводить время? Почему нет желания проводить с семьей? А как же ребенок? Ну, хорошо, жена, ладно. С женой проблема. Допустим. А ребенок с ребенком? Почему нет желания проводить вместе время? Или вы воспринимаете жену и ребенка как единое целое? И если у вас, допустим, какие-то претензии к жене, то, соответственно, они перекидываются и на ребенка. Это не есть правильно в данном случае. Далее. Она поняла бы, если бы я в поду зарабатывал деньги вчера до вечера, но это какой-то классический совсем вариант. И для молодой женщины подобный взгляд был бы ограниченным, вы не считаете. Но когда я сразу же время на себя пытаюсь это контролировать. Ну, опять же, правильно, потому что боится вас потерять. Я ее люблю, но не готов милиции принимать такой уклад жизни. А какой уклад жизни вы не готовы принимать? Вот из вашего текста не очень понятно, какой именно уклад жизни вы не хотите принимать. То есть, она вас пытается контролировать, но вы не говорите, что она пытается, она не контролирует. И у нее нет возможности контролировать, ведь ребенок отнимает все время, а на звонки вы можете просто не отвечать и делать все, что вам нужно, а потом просто приходить и говорить, что, например, я был там-то там-то, или вообще ничего не говорить. То есть, как бы, ее позиция по этому вопросу, кроме того, что она пытается вас контролировать, какова? Ваше позиция по этому вопросу, кроме того, что вы ощущаете попытки ее вас контролировать, какова? Далее. Такое ощущение, что я ее сильно избавовал, не знаю, как добиться больше уважения к своему слову в семье. А вот здесь вы натягиваете тему авторитета. Но тема авторитета больше никак у вас нигде не проявляется. То есть, нигде вы не пишете о том, что есть проблемы с уважением к вашему слову. Как это проявляется? Если жена пытается вас контролировать, это не следствие, а не уважение к вашему слову. Если жена к вам не прислушивается, если жена, например, относится к вам менее уважительно, чем вы считаете, да, это проблема. Это проблема и связанная она с тем, что вы действительно ее балуете. Она считает, что вы должны ее вашим образом обеспечивать. И в таком случае вам нужно для себя для начала определить границы. То есть, что позволено вашей жене по отношению к вам и чего не позволено. И ей это близки. То есть, сказать ей по факту, что вот, дорогая, мне не нравится там, что ты там вот ко мне не уважительно относишься, а меня это задевает. Меня это задевает, мне это неприятно. Поэтому, если ты будешь продолжать в том же духе, то я приму меры. Например, буду меньше времени проводить с тобой с вами. Или, например, буду меньше давать тебе деньги на твои расходы. То есть, должна быть связь. Понимаете, если вы просто пытаетесь давать ей эти деньги, будет скандал. Потому что, ну, у человека сознание расширилось, а вы его пытаетесь сужать. Это всегда болезненно. А вот если уважение, не знаю, вы не знаете, как добиться большего уважения, чем на слово. Это вот вопрос личной границы и вопрос возможности почувствовать ответственность за то, что человек делает. Это возможно, но только через донизение, что вам неприятно, что вас задевает, и что вам вообще больно, и получение адекватной реакции на это с ее стороны. И обработка этой самой реакции, чтобы понять, как она вас воспринимает. Если вы воспринимаете не всерьез, или если пренебрежительно относитесь к тому, что вам больно, ну, тогда у нее принимать меры. Но опять же говорить, это говорит только, говорить о том ей, что вы, например, даете ей меньше денег, просто бы того, что не видите. То она ценит ваш труд. То она ценит то, что вы для нее делаете. Что эти деньги, они не взялись на пустом месте. Да, что это результат вашего труда. И что это не какой-то подарок. Часто выникают мысли о разводе. Ну, вы знаете, развестись всегда легко. Я не думаю, что будут проблемы с разводом у вас. Вы только подумайте о ребенке. И, кстати, вот опять же вопрос. Если были верногласия, если нет уважения к вашему слову в семье, то с чем руководствовались, когда ребенка заводили? Ребенок не такой большой, ему всего один месяц. И я не думаю, что эта проблема у вас длится столько же, что это один месяц. И вот мне непонятно этот момент. Непонятен этот момент. То есть вроде бы вы говорите, что ребенок у вас появился. Но в то время вы говорите, что разногласия у вас возникли старые. То есть разногласия были другие. Разногласия были и раньше. Вы их почему-то не решали. Закрывали на них глаза. И решили начать ребенку. Развод сейчас это довольно драматично будет и для матери, и для ребенка. Поэтому спешить с этим не стоит, а попробуем сперва высказать претензии жене и попросить высказать претензии жене к вам. И вот как-то постараться вместе, решить, что вы можете удовлетворить из ее претензий, что она может удовлетворить из ваших претензий. И тогда уже подумать, устроит ли у вас такая жизнь или нет. Если нет, то вам или ей я бы рекомендовал пошить немножечко отдельно, чтобы сменить обстановку, сменить эмоциональный фон, чтобы по-другому немножко друг друга начать воспринимать через призму разлуки. И чуть позже встретиться и еще раз оценить те отношения, которые у вас есть, и понять, готовы ли вы что-то делать друг для друга или нет. Я очень хорошо понимаю вас, понимаю, что вы ее любите и что вы не готовы мириться с тем, что она вас контролирует. Но, вы знаете, все-таки контроль и неуважение к вашему слову – это разные вещи. И по идее контроль означает, что вы для нее слишком значимы. А это как-то не вяжется с тем, что ваше слово не имеет достаточного авторитета в вашей семье. И опять же это происходило не мгновенно. Это происходило постепенно, значит, для этого были определенные основания. Вот и нужно подумать во всем этом разобраться, не торопиться с принятием определенных решений. Понимаете, аноним. Ну и ответить на все те вопросы, которые я задал. Они очень важны. Может быть, жене тоже порекомендуйте на наш сайт прийти или хотя бы послушать мой ответ. Да, чтобы она лучше свою позицию адресовала по отношению к тому вот, что происходит сейчас. Например, почему она не уважает вас? Или, например, почему вы считаете, что к вам меньше уважения? А раньше было больше? А с какого момента перестало быть столько уважения, сколько вам нужно? Почему вам это воспринимается так болезненно? Что в чем конкретно возникает ваше ущемление прав? Что конкретно получает ваша жена от вас? Что вы получаете от нее? Вот обо всем этом нужно подумать. И уже тогда решать, жить ли отдельно или разводиться. Потому что если ваша жена не дает вам чувствовать себя мужчиной, то в любом случае это большая проблема. А если вы не даете ей чувствовать себя женщиной, то это и подавно. Довольно серьезная проблема. И ребенок здесь, к сожалению, только усугубляет эти негативные тенденции. Потому что жена много внимания уделяет ему, меньше внимания уделяет вам. Вы воспринимаете ее в большей степени как мать своего ребенка и в меньшей степени как свою женщину. И от сырья еще больше возникает отчуждение. Эта проблема тоже решаема. Но важно, чтобы вы оба хотели ее решать. Или чтобы хотя бы вы хотели ее решать. А то, что вы написали, ну просто перечислили какие-то свои, какие-то свои, я не знаю, обязанности, какие-то свои, я не знаю, там, действия, которые вы выполняете в семье. Но это все очень рафинировано, на мой взгляд. И довольно мало для того, чтобы иметь именно полноценную семью. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, пишите в личку, буду рад помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Рекомендую вам сформулировать, если будет дополнение, сформулировать свой вопрос именно к психологам. Вопрос какой? Вот у вас вопрос какой? И тогда уже будет понятнее, как вам на него отвечать. Желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного решения данной ситуации. Продолжение следует...